Привет, друзья! Это Эконом-класс, канал о путешествиях и откуда взять деньги на эти самые путешествия. Сегодня я решила рассказать вам о своем маршруте по Польше. За 14 дней я объездила около 10 городов, городков и деревень. И хочу сказать, что Польша – это для тех, кто любит Европу, но подешевле. Там все как в Европе, хорошая инфраструктура, исторические центры, маленькие улочки, чистота, аккуратность, безопасность. Но стоит все раза в два дешевле, чем в той же самой Германии соседней. Итак, свой маршрут по Польше я начала, понятно, что с Варшавы. Честно говоря, этот город мне как-то меньше всего запомнился. Это личное мое мнение, потому что после этого были очень интересные места. Исторический центр Варшавы – это новодел. В годы Второй мировой войны Варшава, ее исторический центр, были полностью разрушены. И СССР дал им огромные деньги на восстановление, на реставрацию. Да, на восстановление, как там реставрация, там ничего не было. На восстановление старого города. И этот труд был очень высоко оценен. И в 1980 году Варшавский старый город был включен в список ЮНЕСК, как, цитирую, «исключительный пример почти полного восстановления исторического периода между XIII и XX веками». Вот что мне обидно в этой истории, почему советское правительство не дало денег на восстановление исторического центра Минска и Киева. Не менее красивые города. Но, видимо, там была замешана политика. Поэтому сегодня мы имеем очень симпатичный исторический центр Варшавы, куда ездят туристы и всем этим любуются, и деньги стране приносят. А Киев и Минск – прекрасные города, но со стертым историческим прошлым. Ну ладно, мы все-таки о путешествиях. Итак, еще один подарок Советского Союза в Варшаве – это Сталинская высотка. Она стоит прямо в центре Варшавы. И, по-моему, в 1955 году она была построена. И в этом здании высотой 42 этажа она вмещает в себя, сколько там, 3000 комнат. Раньше располагался дворец культуры и науки. На 30 этаже здания, на высоте 114 метров, находится смотровая площадка. Правда, она долгое время пользовалась дурной славой. Оттуда прыгали самоубийцы. Сначала прыгнул один француз, а потом за ним еще шесть поляков. И после этого, это, по-моему, в 1956 году, смотровую площадку огородили. И теперь оттуда уже никто не прыгает, поэтому можете сходить полюбоваться на обзорный вид Варшавы. Вот если говорить о том, что мне понравилось и запомнилось больше всего, и куда я вам рекомендую съездить, это Веляновский дворец вместе с парком. Это такой красивый желтый дворец в стиле барокко. И он окружен не менее живописным, изумительным парком, который занимает около 45 гектаров. Парк – это место для отдыха и такого хорошего гидонистического наслаждения. Там античные скульптуры, регулярные дорожки. Он регулярный парк. Необыкновенные красивые клумбы. Потом там протекает пруд. Можно на лодочках покататься или посидеть где-нибудь в тени на скамеечке. В общем, вы получите массу удовольствия. Такая тишина, тень, благости и свежий воздух. И обязательно посетите дворец. Вы сможете посмотреть, как жили польские короли, в какой роскоши. Конечно, им было очень далеко до Екатерины II с ее эрмитажем и последующими потомками Екатерины II и российскими императорами. Но все равно жили они неплохо. Мне, например, больше всего почему-то запомнилась королевская спальня. Там такая огромная кровать с балдахином. И потолок, расписанный аллегориями из истории любви короля Яна Сабецкого и его жены Марысеньки. Он там жил, король Ян Сабецкий, в этом дворце. А так как мы девочки, мы очень любим мелодрамы. Я сейчас вам расскажу эту историю любви. Будущие правители и французская фрейлина встретились на балу. И между ними проскатила искра. Но Марысенька была несвободна. Она была повенчана. И через два месяца вышла замуж. И по правилам хорошей мелодрамы ее муж оказался кутилой, лвеласом, гулякой. В общем, он заразился сифилисом и помер. И влюбленные воссоединились и прожили счастливо 30 лет. Но не круто. Так, следующий пункт нашего маршрута – это средневековый город Торунь. Мы туда доехали на поезде, оставили вещи в камере хранения и отправились в исторический центр Торуни через мост, через реку Висла. Вообще рекомендую вам пройтись пешком, потому что открывается изумительный вид река, «Стены крепостного города» и «Шпили костелов». Впечатление, в самом деле, очень незабываемое. При входе в город вы видите памятник великому уроженцу этого города Николаю Копернику. Ну, я думаю, что вы знаете, кто он, но на всякий случай напомню о том, что этот человек вообще такой первый научный революционер. он разрушил представление средневекового человека о мире, в котором он живет. Вы представляете, жил себе, человек жил, думал, что он центр Вселенной, что вокруг него все вращается, а Николай Коперник сказал, «А-а-а, неправда!» Не вокруг Земли все вращается, а Земля вместе с другими, в компании с другими планетами вращается вокруг Солнца, и мы не центр Вселенной. Вот, и в этом великая заслуга Николая Коперника. И он родился в Торуне. Что интересного в Торуне? Ну, во-первых, в отличие от Варшавы, исторический центр Торуни не был разрушен в годы войны, и поэтому все, что называется, аутентичное, все осталось в первозданном виде. Торуне известна своей так называемой готической, кирпичной готикой. Это вот готические здания, вот такие высокие, знаете, со шпилями огроменные, построены из красного кирпича. Из этого построены церкви, ратуши очень красивые, мещанские дома, в том числе, кстати, дом семьи Николая Коперника. Смотрится реально очень нарядно. Там же в Торуне сохранились руины Тевтонского замка. Собственно, Тевтонский орден и основал этот город как такой форпост для завоевания мира и вовлечения его в христианство. И еще одна визитная карточка Торуни – это торунинские пряники. Их возраст насчитывает где-то около 700 лет. В основу входят ржаная мука, мед и очень-очень много специй. Пряники вкусные реально, они черненькие такие. И на них всегда изображают рыцарские турниры, каких-то польских королей, героев. Поэтому будете в Торуне, купите-ка в качестве подарки. Это вкусно, нарядно, красиво и необычно. Вот, собственно, и все. В Торуне мы провели около 3-4 часов. Этому вполне достаточно. Потом вернулись на вокзал, сели на поезд и отправились в город Гданьск. В моем рейтинге лучших городов мира Гданьск занимает одно из первых мест. Это изумительный город, где сошлось воедино много. И... Кот там с ума мучает. И красивая архитектура, и Балтийское побережье, и очень много интересной истории. Ну, обо всем по порядку. А Гданьск, как я сказала, находится на Балтийском побережье. Мы как раз снимали апартаменты неподалеку от Балтийского побережья. Нас... Извините, это мой кот. Вень, уйди в сторону. И наш апартамент отделял от побережья такой огромный парк, очень комфортный, с беговыми дорожками, с лавочками, с клумбами, с какими-то такими рекреационными зонами. И, в общем, я поняла, что Гданьск, так же, как и Сопот, который находится неподалеку, это прекрасная альтернатива Балтийскому побережью. Почему альтернатива? Потому что там все стоит намного дешевле, чем, например, с той же Юрмале. Поэтому те, кто любит Балтийское побережье, я очень рекомендую присмотреться к Гданьску и Сопоту. Гданьск – это древний город. Там тоже есть исторический центр с такими разноцветными домиками с фигурными крышами. Эта архитектура можно встретить во многих городах Балтийского побережья. она называется Ганзейской. Дело в том, что Гданьск, так же, как и Кёльн, Туоруни и Рига входили в Ганзейский торговый союз. И вот эта одинаковая архитектура, наверное, отчасти – это и объяснение, почему в этих городах встречаются одинаковые архитектурные стили. Но, к сожалению, исторический центр Гданьска тоже новодел, так же, как и в Варшаве. Он был полностью разрушен в годы Второй мировой войны. И вот после войны он восстанавливается и до сих пор восстанавливается. Ещё до конца много не восстановлено. Но вот он настолько мимимишный, он настолько комфортный, красивый, там ещё речка протекает. Мне... Я оттуда просто не хотела уходить. Очень мне понравился. Вот. А значит... Вот каждый раз мне говорят, значит, это паразит, я буду с этим бороться. Ну, вот вы мне тоже говорите, Юля, ты мне больше, значит, не говори, ладно? Гданьск всегда был таким яблоком раздора между Речью Посполитой и сначала Пруссией, потом Германией. Он постоянно переходил из рук в руки. Поляки называли его Гданьском, немцы называли его Данзиком. И, собственно, вот это многолетний раз пристало отчасти причиной начала Второй мировой войны. Потому что Германия потребовала от Польши вертать Гданьск обратно. Польша отказалась, долго сопротивлялась, но не смогла устоять. силы были неравны. И в 1980 году еще одно большое историческое событие. В то время, когда СССР праздновал Олимпиаду 80, в Польше возник независимый профсоюз судостроителей «Солидарность». И возглавил его электрик Гданьской судоверфи Лех Валенца. Этот профсоюз в открытую противостоял коммунистическому режиму Польши. И, собственно, немало способствовал тому, чтобы этот режим в конце концов развалился. А Олег Валенцев впоследствии стал президентом Новой Польши. Историю этого противостояния можно увидеть в Музее Европейской «Солидарности». Потрясающий музей и снаружи, и внутри. Снаружи это такое... Он похож на такое ржавое здание судоверфия. Но ржавое оно не от времени, а по задумке архитекторов. И это впечатляет. А и внутри очень интересная экспозиция. Она такая сделана, она интерактивная. Там очень много хроники, видеохроники. Ее можно посмотреть, например, в УАЗике для работников судоверфий или некоторые краны прям встроены в каски сварщиков. И вообще какое-то странное ощущение от этого музея. В 80-е годы мне там около 10 лет, Олимпиада 80, в общем, все замечательно и хорошо. А в Польше в это время уже демократическая революция вообще подрывает основы коммунистического режима. Естественно, об этом не было никакой информации в советской газете. Вдруг ты понимаешь, боже мой, в каком ты вакууме жил и как ты был счастлив и как ты верил в счастливое коммунистическое или социалистическое будущее. Ну, может быть, в Москве и не верили, у них там радио «Свобода» было и прочие штуки диссидентские. А я жила на Сахалине и нам было хорошо. Мы верили, реально верили в счастливое социалистическое будущее. Да, это было недавно, это было давно. А из Гданьска на электричке можно добраться до еще одного очень симпатичного городка Сопота. Вот для меня Сопот – это что-то из детства. Балтийский курорт, ходят красиво одетые люди, песенный фестиваль, и на этом песенном фестивале иногда выигрывали наши советские певцы. Вот точно знаю, что Алла Пугачева именно в Сопоте пела впервые «Орликина» и там завоевала первую премию. Сопот – очень милый курортный городок, он меня совершенно не разочаровал, там прекрасная прогулочная такая улица, и на этой улочке находится очень прикольный кривой дом, он весь такой какой-то скособоченный. Есть такая милая вкусность «Мальчик-канатоходец» – это скульптура, которая каким-то образом закреплена на канате, а этот канат протянут между домами. В Сопоте очень много вот этих старинных деревянных дач с красивыми террасами, балконами деревянными, такие можно встретить еще на Балтийском побережье, например, Латвии, в Юрмале такие встречала. В общем, очень уютное место с большим парком, с роскошными большими оборудованными пляжами, но в это время мы были в июле, пляжи, к сожалению, были закрыты, потому что было холодно. Это вот минус Балтийского побережья, ты не знаешь, сможешь ли ты там в Балтике искупаться или нет, потому что погода очень непредсказуема. А еще один город, который просто мастхэв для посещения, если вы будете в Польше и будете в Гданьске, это Мальборг или по-немецки Маринборг. До него можно добраться тоже из Гданьска на поезде. Весь 14 век, часть 15-го, Мальборг был столицей Тевтонского ордена. И там сохранился самый крупный кирпичный замок, который служил резиденцией магистра Тевтонского ордена. Замок, к самом деле, впечатляет размер, он огромный, и он занимает огромную площадь, 20 гектаров. Там четыре линии обороны. К сожалению, в годы войны этот замок тоже очень сильно пострадал, и там были очень богатые интерьеры, есть фотографии, которые показывают, насколько они были красивы, но они полностью утрачены. Что-то сохранились, какие-то отдельные украшения, отдельные скульптуры, пол сохранился, но сохранилось очень мало. Но еще сохранились клозеты. Оказывается, самыми почитаемыми людьми в Тевтонском ордене был сам магистр и повар. И вот у этих двух людей только у них в этом замке были собственные клозеты. Остальные справляли нужду в башне, которая стояла неподалеку, такая специальная башня-нужник. И с основным замком эту башню соединял деревянный переход. И когда на замок кто-то нападал, то монахи перебегали в этот замок-нужник, сжигали деревянный переход и ожидали подкрепления. Вот как раз у них проблем не было куда сходить по-большому и по-маленькому. После Мальборга мы вернулись в Гданцик, сели на ночной поезд и отправились во Вроцлав. Вроцлав, еще одна польская жемчужина. Через город протекает пять рек Одра и четыре ее притока. До Второй мировой войны во Вроцлаве было 303 моста. Сейчас, по-моему, около 130. В центре города, ну, как и положено, исторический центр, расположена, как и положено, рыночная площадь. Это одна из самых больших площадей в Европе. Она уступает только и в Польше. В Польше, наверное. Она уступает только рыночной площади в Кракове. Также стоят вот эти разноцветные домики с фигурными крышами, а в центре площади стоит изумительно красивая ратуша. Мне кажется, что это одна из самых красивых ратуш не только в Польше, но и в Европе. А рядом с ратушей расположен такой оригинальный стеклянный фонтан. Такие стеклянные плиты, и по ним стекает вода. Смотрится, кстати, очень интересно вот это соседство современности и древности. Самые красивые соборы, самые красивые дома во Вроцлаве расположены на Тумском острове. Это такой островок прямо в центре Вроцлава, и ты, когда уже начинаешь к нему подходить, видны шпили одного из древнейших храмов, католических храмов Польши, кафедрального собора Иоанна Крестителя. Также любителям всякой романтики я советую посетить остров Тумский вечером, потому что там вы сможете встретить интересного мужчину в таком пальто-крылатке, старом, старинном пальто и с тростью факелом в руке. Это фонарщик. На острове Тумске сохранились газовые фонари, каждый вечер этот мужчина зажигает их. И вот в это время на остров любят приходить влюбленные, признаваться друг к другу в чувствах, в любви, и в знак крепости этих чувств вешают на перила Тумского моста замки. Ну, очень романтично. Ну, и, конечно, нельзя не упомянуть про знаменитых врославских гномиков. Бронзовые фигурки, небольшие, вот этих карликов, разбросаны по всему городу, ну, больше всего в центре. По-моему, вот последние данные было, что их около 400. Но самая интересная история этих гномиков, я была уверена, что это как-то связано там с европейскими легендами, с кайсками, но на самом деле, как ни странно, гномики это символы противостояния коммунистическому режиму Польши. В 80-х годах в Росове образовалась такая подпольная группа художников, которая называлась «Оранжевая альтернатива», и они решили противостоять власти не прямолинейно, как это делала на первенатаже солидарность, а путем такого завуалированного издевательства над тоталитарным режимом. Сначала они придумали этих гномиков, а сначала они рисовали этих гномиков поверх замазанных милицией лозунгов на стенах домов. Так как эти гномики в общем и не шли никакого антикоммунистического протеста, то и милиция не знала, что с ними делать, зачем замазывать-то. Вот они, гномики, оставались. Ну, а 1 июня 1987 года на улице Свидинской во Вроцлаве состоялась демонстрация гномов. Десятки людей в оранжевых колпаках танцевали, пели, играли на гитаре. Но так как все-таки демонстрация или митинг или встреча была несанкционирована, милиция призвала их разойтись. Они не согласились. Тогда милиция начала хватать гномиков и забрасывать их в автозаки. Вот представляете, дай себе картину, автозаки полные гномиков в оранжевых колпаках, а рядом с наполненными автозаками стоят другие гномики в оранжевых колпаках и возмущаются, что им не хватает места в автозаках и требуют, чтобы увеличили количество посадочных мест. Вообще абсурдность этой ситуации трудно себе представить. Хохотали все, но вот просто представьте себе ситуацию допросы гномика, на каком основании участвовали в демонстрации гномов. В общем, и самое главное, что они же активно не противостояли милиции, они пели и танцевали, а когда милиция начала их задерживать, они не камнями в нее кидались, а конфетами. А спустя год, 1 июня уже 1988 года, на той же улице Свединенской была организована другая демонстрация под названием «Революция гномов». В общем, в конце концов, власть пала, но память о оранжевой альтернативе и ее протесте забавном осталась. И в 2001 году на улице Свединенской был построен памятник в честь оранжевой альтернативы в виде бронзового гномика. Впоследствии количество гномиков стало расти, и они стали символом города. Вот такая прикольная традиция. Рядом с Аврославом находятся еще два небольших городка, в которых расположены две уникальные деревянные церкви. Наверное, я избалованный путешественник, потому что вот уже так не сильно удивляешься, когда ты уже много путешествуешь историческим городкам, красивым моцент, русским улочкам, разноцветным фигурным домиком. Но вот то, что я увидела в его рис-виднице, это было из разряда вау, я этого еще нигде не видела. Представьте себе, стоят такие довольно большие файфверховые дома. Это такие белые дома с черными балками, очень простые их с виду. И вы заходите внутрь и попадаете в храм, в театр и в картинную галерею одновременно. Красота невозможная. По бокам расположены многоярусные галереи, и они украшены картинами на библейские темы. И вот эти галереи очень похожи на балконы. На балконы в театрах, только вместо сцены стоит алтарь. Эти храмы очень вместительны, храм в Еворе вмещает 5000 человек, а в Свиднице аж 7000 человек, и все это было сделано не от хорошей жизни. Дело в том, что церкви мира, так называются эти храмы, в Еворе и Свиднице начали строиться после подписания мирного договора, который закончил 30-летнюю войну в Европе, изматывающую корпоралитную войну. она изначально начиналась как такая религиозная война между католиками и протестантами, а потом вылилась вообще в войну против доминирования династии Габсбургов в Европе. В результате этой войны у Габсбургов часть территории забрали, но его рассветницы остались на территории Великой Священной Римской Империи, А Священная Римская Империя исповедовала католицизм. И под давлением протестантской Швеции заставили императора Священной Римской Империи дать земли под строительство протестантских церквей. Его рассветница это протестантские церкви. Император Священной Римской Империи Фердинанд Третий Габсбург разрешил построить три церкви для протестантов, но поставил кучу всяких ограничений. Они должны были быть построены из недолговечных материалов, глины и дерева, должны быть построены за чертой города, на деньги протестантов и т.д. и т.п. В общем, все условия протестанты выполнили, церкви построили, но теперь представьте тысячи прихожан и всего лишь три церкви. Поэтому вот вся эта история с многоярусными галереями, это как раз решало вопрос вместительности, чтобы побольше прихожан смогло поместиться на службе в церкви. Во Врославе мы взяли машину на прокат и отправились в сторону Кракова. И по дороге нам надо было заехать в место, при упоминании которого любого русского человека, особенно того, кто родился в Советском Союзе, начинают пробегать мурашки по коже. Я говорю об Освенциме или по-немецки Аушвице. Это лагерь смерти, в котором в годы Второй мировой войны было уничтожено миллион четыреста человек. Очень сложно об этом говорить. Я плаксивая, боюсь расплакаться, но это реально сложно. Я, честно говоря, представила себе увидеть какую-то огромную фабрику смерти. Все-таки миллион четыреста человек. Но Аушвиц, музей, музей Аушвиц, скорее был похож на какие-то военные казармы. Стояли двухэтажные бараки, их 24, и все они были огорожены колючей проволокой. Собственно, раньше там и были казармы. Это просто нацисты их потом переделали в концентрационный лагерь, а овощебазу переделали в морг с крематорией. Свозились туда по железной дороге узники со всей Европы. Естественно, большинство было евреев. В 1941 году в Аушвице впервые был испробован отравляющий газ циклон Б. И этот опыт был признан полезным, успешным. И с этого момента людей умерщали тысячами. Это уже просто был конвейер по умерщлению людей. Когда в 1945 году во Ушвиц вошли советские войска, они обнаружили, ну, кроме узников, они обнаружили просто гору вещей. Я сейчас просто перечислю эти цифры. Мне кажется, они скажут больше, чем рассказы о тех зверствах, которые применяли нацисты к этим людям. Один миллион сто восемьдесят пять тысяч 345 мужских и женских костюмов, более сорока трех тысяч пар мужской и женской обуви, более тринадцати с половиной тысяч ковров, огромное количество зубных щеток и кисточек для бритья, а также много-много других предметов домашнего обихода. люди приезжали, их просто раздевали и их вещи сортировали и аккуратно складывали. Так, знаете, такой немецкой педантичностью. И в Аушвице есть такая экспозиция, которая, вот рядом с которой ты просто начинаешь от ужаса, от страха задыхаться. Это горы обуви. Вот просто не какая-то горская, а гора, огромная гора обуви, мужской, женской, детской, она вот навалена. Это, понимаете, какой-то такой масштаб человеческой трагедии во всем в этой экспозиции показан. Просто дышать. Мне было тяжело дышать. Следующее это гора кружек и каких-то столовых принадлежностей. Вот понимаете, я сколько угодно могу смотреть фильмов, слышать рассказов, но когда ты это видишь, ты видишь такую сконцентрированную человеческую боль, сконцентрированную человеческую смерть вот в этих вот в этих каких-то бесконечных горах одежды, посуды, чемоданов. Это страшно. Это очень страшно. И моя дочь, конечно, ей там тогда было лет, по-моему, 12, и с ней случилась истерика настоящая. но я нисколько не жалею, что я ее туда сводила. Я считаю, что надо это сделать, потому что это так хорошо ставит мозги на место. Вы знаете, после этого как-то язык не поворачивается назвать свой народ или себя умнее, сильнее, круче другого и присвоить себе право распоряжаться жизнью другого народа, другого человека, который с вашей точки зрения в чем-то вам уступает. Ладно, давайте о хорошем. Краков. По мне, так самый красивый, музыкальный и креативный город Польши. Не говоря уже о том, что в Кракове находится Вавильский замок, это резиденция польских королей, и по значимости для Польши это все равно, что Красная площадь для России. Для посетителей открытый кафедральный собор и Королевский замок мне лично очень понравился Королевский замок покоя, королевские покои и особенно изумительно красивая мебель эпохи Ренессанса. В Кракове находится самая большая рыночная площадь Европы и по центру площади как правило стоят торговые ряды, но эти торговые ряды больше похожи на готический замок. Очень красивая площадь. И еще рыночная площадь в Кракове это такой бесплатный концертный зал. Такого количества музыкантов и виртуозов я не встречала ни в одном городе мира. Но может быть только в Париже недалеко от Лувра играли ребята скрипачи изумительные. И вообще Краков он весь пропитан музыкой. Там одни из лучших в Европе джазовый клуб. Обязательно сходите. Во многочисленных костелах Кракова даются изумительные органные концерты. Поэтому как только звучит слово Краков у меня почему-то джаз и органная музыка. И это неудивительно. И еще для тех кто в теме в маленьких узких улочках неподалеку от рыночной площади разбросаны магазинчики где продается необычная авторская бижутерия. Я как большой любитель этого хочу вам похвастаться. Вот я купила там вот такое колье. Это кожа текстиль и в середине такая пимпочка классная. Вот такое интересное колье. Это завернутый проволок и веревка. Знаете какая красота. И вот такой изумительный браслетик. Это все куплено в Кракове поэтому те кто в теме рекомендую не пропускать этот приятный нашему сердцу шопинг. Вы знаете в Польше так же как и во всей Европе много красивых дворцов парков площадей но большинство из них из разряда где-то я такое видел. там романский замок дворец стиле барокко готический замок но есть величкий музей которого нет нигде в мире это соляная шахта величка она находится неподалеку от Кракова это одна из самых старых в мире соляных шахт которая была построена в 13 веке а закрыли ее во второй половине 20 века вы тебе представляете сколько там всего под землей нарыли если быть точнее нарыли коридоры галереи они расположены на семи уровнях на глубине от 57 до 198 метрах всего общая протяженность этих коридоров 200 километров и сегодня в величке работает музей который рассказывает об истории этой соляной шахты там находится санаторий с отелем прямо под землей и находится один храм и три часовни построенные шахтерами соляной шахты и полностью сделанные соль вот вы представляете себе вот все скульптуры алтарь все сделанной соли я честно говоря грешна я лизнула статую богоматери она действительно была соленая поэтому величка еще один мастхэв во время визита в Польшу ну все о культуре мультуре закончили надеюсь вы не очень сильно от меня устали теперь совсем коротенько о деньгах за две недели путешествия по Польше я потратила около 70 тысяч рублей это вот в переводе на тот курс 1 тысяча евро в Польше очень дешевая еда очень недорогие отели и апартаменты я их снимала где-то в районе двух тысяч в сутки но это хорошие отели в общем самая существенная трата это билет величку он действительно стоил немало но оно того стоит к тому времени я уже расплатилась долгами создала свою финансовую подушку и начала инвестировать кстати о том как мне удалось не жить от зарплаты до зарплаты не будучи женой любовницы олигарха а будучи матерью-одиночкой которая имела кредиты за квартиру и ремонт и еще содержала двух пожилых родителей вот как мне удалось не жить от зарплаты до зарплаты а при этом еще откладывать деньги и выстраивать свой пассивный доход вы можете узнать из моего видео в общем живите с удовольствием и при этом за разумные деньги и оставайтесь со мной мне с вами очень интересно не знаю как вам надеюсь тоже пока до сих пор